На неделе легендарному Муслиму Магомаеву исполнилось бы 80 лет. Он родился в Баку в разгар Великой Отечественной войны. Его песни всю жизнь несли людям тепло, радость и хорошее настроение. Он был любим на всем пространстве Советского Союза. Азербайджанский народ по праву гордится Муслимом Магомаевым, потому что он был и великим певцом, и великим композитором. Ему не было равных на советской эстраде. И звучащие сегодня песни в исполнении Муслима Магомаева вызывают у всех у нас светлые чувства. Муслим был человеком, очень привязанным к своей родине. Хотя большую часть своей деятельности Муслим проводил на гастролях в Москве и других городах Советского Союза, несколько раз в год он приезжал в Баку, давал концерты, а также общался здесь со своими друзьями. У нас было много встреч в Москве и в Баку, и нас связывали очень теплые отношения. В честь юбилея на родине Муслима Магомаева в Баку, в самом центре города, на территории Национального приморского парка, на берегу Каспийского моря, открыли памятник. Президент Азербайджан Альхам Алиев вместе с женой Магомаева Тамарой Синявской сдернули белую ткань с бронзовой фигуры Муслима Магомаева. На самом красивом месте города, на Приморском бульваре, прямо на фоне любимого всеми нами Каспийского моря, который он воспевал в своей незабываемой песне «Синяя вечность», стоит великолепный памятник Муслима, олицетворяет его красоту, его талант, его стать, его гордый облик, его достоинства. В честь юбилея величайшего певца современности в Баку провели вечер памяти. В мероприятии приняли участие артисты из Азербайджана, России, Италии и Грузии. Почетным гостем концерта стала супруга Муслима Магомаева и его главная муза Тамара Синявская. Вот эти кадры облетели многие телеканалы, как президент Азербайджана Альхам Алиев берет на руки Синявскую, помогая ей спуститься с лестницы сцены. Многие зрители в комментариях к видео восхищали джентльменским поступком президента Азербайджана. Браво! Настоящий мужчина, галантный и внимательный. Наш президент – настоящий джентльмен. Вот этого точно не ожидал. Браво вам, Ильхам Алиев Гейдарович. Даже слезы от радости потекли. Тамара Синявская была растрогана тем, что в Азербайджане помнят и чтут народного артиста. Если он этого еще не увидел и не услышал, хочу сказать, что его очень помнят, очень любят и очень чтут в его родном, замечательном Азербайджане. И это неудивительно. В Азербайджане трепетно относятся к своей истории. В свою очередь, Муслим Магомаев был человеком мира, постоянно гастролировал, но никогда не забывал свои корни, свой родной Баку. Муслим Магомаев говорил, что был в разных городах, красивых и больших, но Баку все равно для него оставался самым прекрасным и родным. «Азербайджан – это мой отец, а Россия – моя мать», – повторял музыкант. В Москве он жил, но по иронии судьбы, одной из последних его композиций стала песня «Прощай, Баку» на стихи Сергея Есенина, записанная в марте 2007 года. Я сегодня, когда мы памятник открывали, сказал, что песня «Прощай, Баку», которая сейчас прозвучала, она была написана им уже незадолго до его кончины. И я ее услышал впервые на церемонии прощания с Муслимом в Баку в здании филармонии. И очень сильно она подействовала, потому что он прощался с городом, прощался с друзьями, прощался со своей жизнью. И как тяжело ему было написать эту песню, и какие чувства он испытывал, об этом можно только догадываться. И, конечно же, говоря об этом, я сказал, что вот этот памятник, который здесь стоит, он говорит о том, что Баку с Муслимом никогда не прощался и никогда не простится. И он с нами. Чтут великого Муслима Магомаева и в России. В честь юбилея на российском федеральном канале вышел сериал «Муслим Магомаев». Его день рождения москвичи традиционно несли цветы к памятнику артиста Москве. Однозначно поцелованный богом человек. Вечный. Вечный. Пример во всем. Мужчины, певца, музыканты. По мне, ну, это гениальный человек. Гени. Планета музыки. Муслим Магомаев, он один. Он опять действительно, вот как был у нас Юрий Гагарин, и он тоже дистанет человека у нас, Муслим Магомаев. Муслима Магометовича нет с нами уже 14 лет, но он до сих пор делает очень важное дело, объединяя народы России и Азербайджана, всего бывшего Советского Союза. Очень важно эту связь не терять и передать ее следующим поколениям. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...